Здравствуйте, с вами Русский Охотничий Журнал. Здравствуйте, с вами Русский Охотничий Журнал. Я его главный редактор Михаил Крехмар. И речь у нас сейчас пойдет о чехлах для огнестрельного оружия. Что это? Это вообще-то на первый взгляд широко известный всем людям моего поколения дипломат. Он просто немножко подлиннее, чем обычный дипломат. Мы его еще называли школьными. Ну, не только школьники с ними ходили. Носили в этих дипломатах абсолютно все. От водки и до секретных документов. Служили они долго. Славились своей прочностью. Дипломатами, кстати, дрались. А это у нас на самом деле такой сделанный из дипломата чехол для ВИП-оружия. Их какое-то количество выпустили некоторое время назад, перед, по-моему, самым концом Советского Союза. Такими дипломатами комплектовались штучные ружья. Потом они пропали. Я, кстати, вообще до недавнего времени и не знал об их существовании. Но тут недалеко, на окраине Москвы, мытищах, их некоторое количество вплыло. По очень небольшой цене и очень сильно пахнущей плесенью. Скорее всего, лежали они где-то на складах. И кто-то их случайно нашел и начал продавать. Я купил такую штуку. Вот под какое оружие у меня этот дипломат. Во-первых, моя любимая двустволка техкремовская. Вот она. Смотрите, как сюда ложится. Ну, собственно говоря, под такие двустволки эти дипломаты и были сделаны. Но тут я совсем недавно обзавелся еще одним ружьем, одной винтовкой, которая в этот дипломат лезет. Это вариант R-10 от компании Союз-ТМ. И вот вы поглядите, она вполне-вполне-вполне сюда влезает. Что хорошо. И даже застегивается. Но у этого чехла, он же дипломат, есть один недостаток. Это серьезный недостаток. Он сам по себе открывается. Что для меня, человека, летающего на самолетах постоянно, и мне этот чехол нужен именно для авиатранспортировки, в общем-то, ребята, недопустимо. И я с этим решил побороться. Я думаю, что вполне на этот дипломат встанут накладные замки, на которые можно вешать маленькие навесные замочки. Ну, попробуем. Давайте мы этот дипломат таким образом поусовершенствуем. Это сантехнические прокладки резиновые. Они мне потребуются. Вот здесь вот вы поставили эти замки. А сами замки, это винты. Еще должны хватить, их должно хватить, чтобы они прошли насквозь. И вот сами замки. И как они будут стоять. Вот замок должен, по моему мнению, стоять где-то так. Я эти защелки не хочу демонтировать. Пусть они будут. И для того, чтобы клей-неводка хотя бы схватился, мы преподаваем все это сверху скотчем. Так. Что нам надо? Нам надо эту всю штуку просверлить. Раз. Ой, ехарный ты-то бабай, а. Блин, погоди. С***. Это же остальное. гобелену сверло намотала на себя гобелен и гобелену пришли кранты ну значит у него судьба был такой какой-то шивый гобелен в общем усиление тоже развалилась собственно говоря ничто нам не мешает продолжить процесс у меня есть хороший друг олег вересов он делает настоящие хорошие человеческие кейсы из дерева и обтягивает кожей но у меня такие кейсы не по карману к сожалению поэтому продолжаем колхоз я вот думаю что можно обойтись более короткими винтиками больше подойдет для моих целей и теперь типично легко а теперь надо собрать скотч это надо будет вот собрать потом из этой штуки тоже много гобелену конечно вот так все выглядит конечно после того как я приложил свои шаловливые ручки к этой штуке все на редкость гнусно надо с этим сделать первое что напрашивается выломать вот эту вот штукенцию я боюсь что на этом вообще эта конструкция накроется в целом ух ты и дырка материализовалась что делать гобелен здесь точно не подходит нибудь по да что мне нужны вот эти вот штучки потому что я их абсолютно точно поставлю на те места откуда они вылетели из дипломата в общем все это мы приклеим попси кол и будет лучше нового как-то криво встает или оттуда и вот я думаю что их надо сверху замазать попси колом как никуда и не уходили именно так и теперь надо хорошенько подумать что мне с этим дальше делать и так прошло некоторое время но даже журнал новый ухитрились напечатать нам нужно в эту коробку в этот кейс уложить наполнитель наполнитель я купил на озоне причем я его хотел купить много а прислали мне почему-то вот такой вот вот такую шивую колбасейку видите он должен полностью распределиться по кейсу а такое впечатление что его вообще здесь не будет и половины ладно нарежем скрываем упаковку это уплотнитель высокой плотности вот он таким образом здесь выглядит в принципе то я же его сюда запхать а ну то на то и получится стало быть его нам хватит наверное но правильно его нам хватит одну часть мы закладываем сюда и приклеиваем а вот сюда тот же размер у нас или меньше нам надо вырезать еще две вот такие же пластины из вот этого уплотнителя я бы даже чуть побольше и сделал так ну что посмотрим как все это будет выглядеть я бы в принципе уложил 4 пластины этого уплотнителя и вот я боялся что его не хватит на всю эту конструкцию а боялся я зря дальше в нем надо бы по идее прорезать пазы для того чтобы туда уложилась вся вот эта конструкция моя но внутренний голос мне говорит возможно и не надо будет никаких пазов укладывать по ум уплотнитель этот довольно мягкий с одной этой стороны это не очень хорошо а с другой может быть безо всяких вырезов все и обойдется проверка нет не закроется ответы мне это пистолетная рукоять она все у меня хорошо вообще влезала но пистолетная рукоять она есть вот не как вырезать паз этот паз будет смотрим а можно вообще все это делать не так вот так безо всякого колхоза все закроется и все будет плотно еще эту штуку можно уложить колхоз конечно но за бесценок сойдет колхоз и Продолжение следует...